Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 августа, лето у нас закончилось, да и по погоде у нас ночью 8-10, днем вот сегодня 13-15 градусов обещали. И самое время поговорить о сибирских сортах, которые не только урожайные, но и выносливые, то есть которые вот при такой температуре спокойно плодоносят, зреют. Я хочу сейчас в этом видеоролике и в последующем рассказать о двух сортах сибирских, которые не только являются новинкой, но и которые очень плохо знакомы, мало знакомы огородникам, а многим они могут очень-очень пригодиться. Вот сейчас я сижу перед томатом сибирское яблоко, я про него давно обещала показать, когда еще вот Кенигсберг показывала, но оттянула до самого последнего, потому что я оббираю те сорта, которые боятся холода в первую очередь. А так как сибирское яблоко, оно спокойно переносит длительные периоды похолодания, оно вот у меня висит, ничего с ним не делается. Вот как вы видите на общем обзоре, что многие томаты уже давно отплодоносили, видите, я даже убрала их, какие-то уже я бросила, ну как они отплодоносили, я бросила, они засохли, просто еще торчат из земли, некогда было выдергивать. Ну а эти вот томаты, сибирское яблоко, они еще растут, у них вот я оставила, видите, зеленые макушечки, там зеленые вполне жизнеспособные листья, которые фотосинтез, там все проходит, они питают, и я думаю, что возможно еще и шестая кисть у них может быть созреет. Сейчас я вам расскажу про них, потом поближе подойдем к этим яблокам, посмотрим. Вот сибирское яблоко, новинка, потому что это большое упущение, что люди не знают про эти сорта, у нас-то в сибирском регионе они очень распространены, но у нас ведь много холодных регионов, таких же, как Сибирь, у которых холодное лето, короткое лето. Вот сибирскому яблоку не мешает ни плохая погода, ни пасмурное, ничего. Сейчас мы прочитаем про него. Новинка. Среднеранний вкусный урожайный сорт с красивыми плодами жемчужно-розового цвета, созревание первых на 115 день, растение высотой 1,5 метра, 1,8 метра, но у меня 1,5 метра они всегда больше не вырастают, обильно нагружено округлыми ровными 200-граммовыми плодами, цвет плодов белесый в технической зрелости, в стадии биологической спелости, жемчужно-розовый. Томаты плотные, мясистые, длительно сохраняют товарные качества на кусте, вот о чем я говорю, они висят очень долго, ничего им не чернеют, они не опадают, и в процессе хранения высокое содержание сахара, витамина, определяет великолепные вкусовые качества, дегустационная оценка 4,8, 9 килограммов с квадратного метра. Три растения на метр, в один-два ствола. Вот сейчас я подойду и покажу вам вот этот вот томат, это у нас пятая кисть. Ну и шестая, вот я на шестую, конечно, не надеюсь, они очень маленькие, поспеют или нет. Вот она, сибирское яблоко, отличительная его черта, что он никогда не становится сильно ярко-розовым. Вот тоже, видите, он как жемчужно-розовый такой, с муаровым отливом, вот такие, вот как на картинке, они и вырастают. И что хорошо, они все, у них нет ни уродливых, ни корявых, они никогда, у них нет вот таких срущенных цветков, вот которые бывают, как много слепляются вместе. Они именно вот такие вот, как яблоки. И как там написано, что сначала они белесые, сейчас подойдем, где совсем зеленые. Вот такие вот, сначала белесые, а потом делаются розовые. Ну, как вы видите, вот здесь, видите, как они обильно нагружены. У них вот эти кисти отламываются, потому что очень большой вес. Вот одна кисть, четыре таких огромных, хороших томата, тяжелых. Они немножко, конечно, их обязательно нужно подвязывать, их обязательно нужно посынковать, иначе не будет таких крупных, хороших плодов. И я специально показала их вам в конце лета. Ну, у нас можно сказать, что лето уже кончилось и недели две назад, потому что такой холод ночью. Зачем? 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 Затем, чтобы показать, что вот даже кисти, третья, четвертая, пятая, вот первые две уже обобраны, я вам их тогда на столе в лотках показывала, что они вполне такие крупные такие, товарный вид у них хороший, стандартные, кругленькие. Вот видите, именно форма яблока, она не приплюснутая, никакая круглая. Очень урожайный сорт, я уже показывала, какие кисточки. И что самое главное качество, которое я выделяю в нем, это выносливость. Он может осенью поздно, я вот какие-то убрала, их еще не убираю. Видите, вот эти яблочки еще висят, я думаю, они еще будут спеть. Листики зеленые, хорошие. Если у вас нет на участке фитофторы, то ваше растение может вот такое сибирское яблоко долго-долго, до самого снега тут быть, ну не до снега, но хотя бы до наступления минусовых температур. Вот это очередной сорт сибирское яблоко, который очень пригодится тем людям, кто живет в холодных регионах. Все, до свидания. Еще раз говорю, это новинка, возможно, вы ни разу не слышали о таком томате, но попробовать его стоит. Он и мясистый, сладкий, и выносливый, и урожайный. Короче, все, что есть в сибирских сортах, все в нем собрано, все достоинства. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok